здравствуйте давно я не выступал на своем канале в жанре сольной научно-популярной лекции выступал других жанрах ну например вопросы на ответы даже вообще сделал новый для себя фильм вообще не научно популярный а про волку про родные места и так далее это нечто совершенно другое она есть на моем канале это можно посмотреть для разгрузки отдохнуть а теперь я расскажу не про то что я откуда наслышал вычитал разобрался а в том что чем непосредственно занимался многие годы про гамма всплески значит что это такое мы начнем с истории история началась в конце 60-х годов тогда американцы запустили несколько спутников они назывались вела на большие орбиты вокруг земли там 100 тысяч километров такого типа орбиты они были предназначены для контроля за запретом на испытания испытания ядерного оружия в космосе значит как они работали на них были детекторы регистрирующие жесткий рентген и мягкая мягкий гамма кван это то что излучается при ядерном взрыве ну дурное дело не хитрая то есть при взрыве излучается очень короткий импульс жесткого излучения миллисекунды а потом некий хвост из-за распада краткоживущих изотопов радиоактивных и они таки зарегистрировали резкий гамма всплеск но совершенно не похожий на то что ожидалось ядерного испытания это были не миллисекунды это было длиннее это были секунды и потом они стали повторяться вернее повторяться не с одного места из разных мест возникали новые всплески причем когда запустили несколько этих спутников вела по комбинации времен прихода стало ясно что это вообще не на земле это вообще далеко они эти футоны гамма кванты мягкие гамма кванты жесткий рентген приходили плоским фронтом то есть это где-то было далеко некоторое время они раскачивались ну потому что это все-таки военная вещь это каком-то смысле секретная информация и только в 73 году была первая публикация в научном журнале пройти к вам всплески ну потом история стала развиваться детекторы в этой области жесткий рентген мягкий камак ставили на разные космические аппараты которые летели в разные места солнечной системы пионер венера гелиос и другие спутники они будучи в разных местах солнечной системы составили такую тренинголиционную межпланетную систему то есть они регистрировали направление фронта который пришел от гамма всплеска там были уже световые минуты там уже можно было точно восстанавливать направление они зарегистрировали эта система зарегистрировала уже сотни гамма всплесков и начала вырисовываться довольно странная картина они приходили за троп на со всех сторон неба какие гипотезы появились к тому времени гипотезы что это некие галактические вещи что это какие-то проделки нейтронных звезд ну нейтронная звезда это вообще вещь уникальная способная на много всяких эффектов это пульсары это гамма пульсары то есть там весь электромагнитный спектр излучений и в том числе а почему бы не не испускать самые гамма всплески допустим какое-нибудь там трясение катаклизм коре этих нейтронных звезд допустим да но если это нейтронные звезды значит они должны концентрироваться в плоскости галактики потому что большинство пульсаров известных лежит галактической плоскости здесь этого не было и чем больше набиралось статистике тем меньше вернее тем изотропней по небу они были распределены вернее чем точнее было их соответствие изотропному распределению по небу ну думали что все равно это нейтронные звезды ну ладно пусть не в галактической плоскости но пусть это какие-нибудь старые нейтронные звезды которые просто вылетели из плоскости галактики у них довольно большие импульсы начальные когда они образуются в результате взрыва сверхновых они засевают пространство вокруг и она ну более-менее затрукнут и вдруг и вдруг загадка вроде бы была решена увидели гамма всплеск пришедший это потом восстановили уже что он пришел из большого магелланова облака и там как он выглядел был резкий такой короткий пик рентгеновского излучения а потом пошли периодические осцилляции с периодом несколько секунд вот такой вот интересный эффект то есть короткий всплеск вот на этом рисунке он вот этот первый всплеск он был бы там ну до потолка где-то там выше пробил бы крышу этого дома а потом пошли вот такие вот волны то есть это был явно пульсар его нашли этот пульсар то есть место где он то есть по излучению его потом просто идентифицировали его место ну и были заголовки уже проблема мистерия гамма всплесков разрешена увы это оказалось неправдой это были не те всплески во-первых это событие было мягче во вторых она повторялась то есть потом оттуда же нашли еще всплески ну более слабые правда это был огромный более того нашли еще такие объекты и что это были тоже нейтронные звезды только в других местах уже в нашей галактике их называли софт гамма репитерс то есть повторяющиеся на русский очень сложно перевести кто-то предлагал назвать их мягкими повторителями но это как-то совсем не звучит в общем софт гамма репитерс это нейтронные звезды их известно несколько штук они излучают повторяющиеся вспышки у них колоссальное магнитное поле что-то там с этим полем происходит и вот появляются такие гамма аналоги гамма всплесков но это совсем другое а что ж такое гамма всплески в начале 90-х годов запустили гамма обсерваторию комптон там было много разных детекторов вообще отличный был прибор и в том числе поскольку гамма всплески были тогда очень модной и горячей темой там были специальные приборы для регистрации тегом всплесков это были здоровенные стенсуляторы полметра диаметром такие тарелки ну не тарелки диски из натрия йода толщиной там сантиметров с лишним пол дюйма они были расположены по углам этой станции 8 штук и вот если где-то произошел всплеск они регистрируются этими детекторами но по-разному те которые оказались повернуты к этому гамму всплеску там сильнее сигнал те которые под углом слабее те которые с обратной стороны вообще никакого сигнала и по комбинации яркости этих сигналов с разных детекторов можно было определить направление не очень точно несколько градусов для слабых всплесков десяток наверное градусов 15 градусов и так далее и вот каждый день среднем наверно больше штуки почти по две штуки гамма всплесков эта система регистрировала регистрировала прекрасные кривые блеска то есть у них были удивительный удивительная переменность она не подчинялась неким правилам я потом покажу потом расскажу но сами по себе они были очень интересны но что оказалось когда построили распределение этих гамма всплесков по их продолжительность оказалось что там два горба короткие гамма всплески и длинные гамма всплески сразу предположили что это два разных явления это было правильное предположение сейчас в этом более-менее разобрались и вот дальше я буду говорить про длинные гамма всплески это отдельное явление более сложное более интересно чем короткие короткие хотя тоже интересно то есть на самом деле сейчас мы тоже понимаем по крайней мере что такое значительная часть этих самых коротких гамма-всплесков и так длинные гамма-всплески они приходили опять же изотропно со всех сторон и этот эксперимент на комптоне он назывался бацин бэрштон трэнзиэн софт эксперимент зарегистрировал их тысячи ну конкретно 2700 штук кстати мы потом эту статистику увеличили мы там потом прошерстили их базу данных и нашли пропущенные слабые всплески еще 1700 но это потом я об этом более подробно расскажу а сейчас значит вот встал что появилась мистерия смотрите изотропно со всего неба но если мы будем считать что они распределены пространстве равномерно допустим это большое гала вокруг нашей галактики в центре которого мы сидим этот пример даже не подходит допустим это небольшой кусочек галактики слишком маленький что меньше толщины галактического диска можем считать изотропным либо это может быть ближайшие галактики ну там как ближайшие миллионы десятки сотни миллионов световых лет тогда мы можем сказать видя яркие всплески сколько должно быть более слабых всплесков ну потому что равномерное распределение в пространстве легко считается так оказалось что слабых всплесков относительно ярких сильно не достает когда это может быть почему это может быть это может быть только в том случае если мы сидим в центре сферического ограниченного облака источников этих гамма всплесков а что это за облако откуда оно могло взяться вообще какие есть системы ограниченные в центре которых мы сидим ну солнечная система допустим облака орта оно ограничено пространстве и она относительно нас сферически симметрично это кометы какие там гамма всплеск там нет механизма никакого механизма теперь большое гала нейтронных звезд вот повзрывались сверхновые образовали пульсары они разлетелись получив импульс обдачи но не улетели в бесконечность а вот так болтыхаются на очень длинных вытянутых орбитах вокруг галактики и создают такое сферическое гала размерами ну там сотни килопарсек мы почти в центре но смещены увидим ли мы это смещение то есть должна быть некая симметрия вроде нет и наконец еще одна система вот такая ограниченная сферически симметрично это вся вселенная мы не видим мы не видим на самом деле всей вселенной она ограничена потому что она имеет горизонт потому что есть красное смещение и просто далекие объекты находятся за горизонтом мы их не видим мы видим там до определенных красных смещения дальше они слабее растянуты по времени там расстояние расстояние светимости начинает падать то есть это ограниченное распределение вся вселенная но тогда они должны быть чудовищно мощными если этот последний вариант работает и вот эта история вот это вот противоречия достигла кульминации в девяносто пятом году примерно тогда были дебаты соединенных штатах телевизионные дебаты два ученых один из них дон лэмп очень такой энергичный очень четко говорящий еще очень хороший оратор он выступал за галактическую теорию за теорию галактического гала 2 богдан починский я не знаю какой оратор я с ним не знаком вообще никогда не пересекался вот но он утверждал что это именно космологические расстояния космологическая концепция да что это действительно очень мощные источники и они находятся от нас на космологических расстояниях он приводил массу аргументов он приводил всякие примеры как это могло бы быть и постепенно общественное мнение склонилась на его сторону то есть там произошло голосование телезрителей в начале что вы думаете какая гипотеза справедливо и в конце этих дебатов и в конце сначала преимущество было у галактической модели конце дебатов у космологической но это же ужас смотрите если это происходит на миллиардах световых лет от нас а космологическая теория требовал именно таких расстояний то вот так получалось что в виде гамма квантов этих мягких к нам приходит энергия порядка той энергии если бы все солнце проаннигилировала за секунды вся масса покоя солнце м ц квадрат высадилась за секунды в гамма излучения как такое может быть значит богдан починский придумал сценарий предположил сценарий но еще пока такой сценарий то есть на уровне рассуждений что это какой-то особый тип очень мощных сверхновых он предложил термин гиперновая но он пожалуй наверное не смог его вот так вот хорошо определить но просто очень большая звезда там с каким-нибудь оголенным ядром внезапно взрывается выделяется гигантская энергия и значительная часть именно виде жесткого рентгена но потом появилась более реалистичная модель она с одной стороны более реалистичная а с другой стороны она более экзотическая то есть ее автор основной автор это стэн в усли он работает в колтехе ну он с командой предположили такой механизм они не только предположили его они его еще просчитали довольно хорошо да это коллапс гигантской звезды точнее его ядра то есть ядра уже достаточно плотное ядро уже достаточно прогоревшая там уже прогорел либо остался гели либо там уже и гели прогорел остался углерод и оно довольно плотно и и в какой-то момент она теряет устойчивость почему она теряет устойчивость Потому что там начинают рождаться электронно-позитронные пары. Меняется уравнение состояния. То есть часть энергии уходит в эти электронно-позитронные пары. И получается уже другая зависимость давления от температуры. Потому что электронные позитроны релятивистские. Ядро теряет устойчивость и начинает коллапсировать. Во что оно может сколлапсировать? Огромная масса. Там много солнечных масс. Десятки солнечных масс может быть. В черную дыру, конечно. Но прямо сколлапсировать мешает момент вращения. Потому что все вращается. Любая звезда вращается. Ядро любой звезды вращается. Вы знаете, что из-за сохранения момента, когда мы сжимаем, скажем, две гири, вращающиеся вокруг друга, вращение ускоряется. То есть не могут они сколлапсировать из-за момента вращения. Как это все происходит тогда? Происходит тем, что образуется диск. Вот именно в факториальной плоскости вращения. Этот диск очень плотный. Он быстро становится очень плотным. Он нейтронизуется. То есть он становится таким же, как вещество нейтронной звезды. 10-12, это там 10-13 грамм на сантиметр кубический. А в центре появляется зародыш черной дыры, и он растет, растет, растет. И этот диск сбрасывает момент вращения за счет вязкости. То есть он как бы выкидывает его наружу. Еще важная вещь, очень важная. Этот диск замагничен. То есть это вещество коллапсирующее притащило с собой туда магнитное поле. И надо куда-то девать это магнитное поле, потому что оно упругое, потому что оно не дает веществу сжиматься дальше. Это природа действует, природа делает это одним хорошо известным способом – излучением джета. Это то же самое получается, что базар. Там тоже аккреционный диск, тоже некуда девать магнитное поле. И оно выбрасывается в виде струи. И мы такие струи видим. Это знаменитое М-87. Там такой джет просто виден. И здесь начинает излучаться такой джет. Для того, чтобы сбросить это магнитное поле из диска. И этот джет за секунды прожигает тело звезды, вырывается наружу и как-то там излучает. Как оно там излучает – это отдельный вопрос, мы о нём поговорим попозже. Вот такой сценарий гамма-сплеска. Это было предложено, вот опять же, это было предложено в первой половине 90-х. Но это была гипотеза. Это была гипотеза, поддержанная вот такими косвенными данными, что мы видим изотропное распределение, и мы видим его границу дальнюю. Но в 97-м году произошёл прорыв. Голландско-американский… Прошу прощения. Голландско-итальянский спутник Беппа-Сакс зарегистрировал один из очередных гамма-сплесков. Значит, чем этот спутник был хорош? Во-первых, у него было два детектора рентгеновских. Один широкоугольный, но с плохим угловым разрешением. Другой узкоугольный рентгеновский телескоп, но с отличным угловым разрешением. Там было зеркало, рентгеновское зеркало, то есть под малыми углами рентгеновские фотоны прекрасно отражаются и фокусируются. И второе преимущество этого спутника – он умел быстро разворачиваться. В нужном направлении. Так вот, он зарегистрировал своим детектором широкоугольным всплеск и довольно быстро на него навелся этим рентгеновским телескопом. И рентгеновский телескоп… Всплеск кончился уже к тому времени. Это он наводился там порядка часа что-то, я не помню. Полчаса, может быть. Но на этом месте продолжалось свечение в рентгене, в мягком рентгене. А у этого рентгеновского телескопа угловое разрешение лучше угловой минуты. А лучше угловой минуты – это уже нормальное поле зрения для оптических телескопов. Они уже могут там что-то найти, потому что вот в типичном разрешении, с которым регистрировались в мягком всплеске, там куча всяких объектов, там не разберешься. А здесь – это уже хорошая локализация. Туда направили оптические телескопы. И оптические телескопы нашли там светящийся объект, новый, которого раньше не было, и который постепенно тускнел. И что очень важно, они в этом источнике увидели линии поглощения. И эти линии поглощения имели красное смещение 0,6 с чем-то. То есть это огромное красное смещение, это много миллиардов световых лет. И это космологическое расстояние. Потом тот же спутник Депасакс обнаружил новые гамма-всплески, локализовал их хорошо, которые снова видели оптические телескопы и стали следить за послесвечением этих всплесков на протяжении дней и даже недели. Они долго довольно, они медленно, медленно гасли. И потом, по-моему, в том же 67-м году увидели, что вот он гаснет-гаснет, а потом нашлепка какая-то там чуть-чуть подрастает яркость, потом снова начинает гаснуть. А в 68-м году уже точно разглядели вот этот вот бугор. И этот бугор был ровно точно тем же самым, что бывает при определенном взрыве сверхновых. Это сверхновые того типа, которым взрываются гигантские звезды. То есть загадка в целом была решена. Вот это развязка этой истории. Это развязка этой истории, но это не ее конец. Потому что мы очень грубо понимаем, что произошло. Но там осталось столько всего вообще непонятного. Вот об этом я расскажу чуть дальше. Но сейчас одна забавная вещь. Значит, смотрите. Есть наука, а есть пиар. И вот с точки зрения пиара очень выгодно напугать слушателя. А как его напугать? Гамос-плеск – это же катастрофа. А вдруг ударит? Более того, есть очень хороший способ пиара – это привязать какое-то явление к какому-то другому явлению, которое очень популярно. Что было популярно и что сейчас популярно в 90-х годах? Динозавры. Они же вымерли. Они же вымерли внезапно. Так вот гамос-плеск. Это же здорово. Гамос-плеск убил динозавров. Ну, два серьезных вполне физика. Это Арнандар и Дерухула. Оба в Церне работают, по-моему, еще и сейчас работают. Они предположили такой сценарий. Гамос-плеск. Произошел в галактике довольно близко, 60 с чем-то миллионов лет назад. И он попал по Земле и убил динозавров. Ну, вот так. Я сделал какие-то грубые оценки там, ну, на коленке. Значит, гамос-плеск, который убивает на Земле все живое, это вероятность примерно 10 в минус 17 степени в год. Это меньше одной миллионной за время существования Вселенной, за время существования Земли. Всплеск, который сильно повредит земную биосферу, это гораздо больше вероятности. Это типа 10 минус 14 в год. То есть это там порядка... 10 минус 13, может быть. То есть это порядка там одной тысячной вероятности за время существования Земли. Ну, маловато, чтобы убивать динозавров. А всплеск в галактике где-нибудь подальше, это уже гораздо более вероятное событие. Это примерно раз в миллион лет. То есть всплеск, который бьет по нам вот прямо. Это уже один раз в миллион лет. Что будет? Спутники могут сгореть. Ну и праздник для всех наблюдателей, для всех астрономов. Земную жизнь это совсем не убьет. Теперь про энергетику. Я сказал, что если считать, что вот эти гамма-кванты, которые к нам попали, они полетели во всем направлении равномерно, то это масса покоя Солнца за секунды. Но это же джет. Я уже сказал, что это джет, который прожигает звезду. Значит, это все направленное. Значит, гамма-сплеск мы видим, когда он попадает по нам. И здесь вот это направление нам съедает, по крайней мере, три порядка мощности. То есть это уже не масса покоя Солнца, а однотысячная массы покоя Солнца. И даже, скорее всего, меньше. А это уже вполне нормально. То есть когда взрывается сверхновая, вот такая гигантская, тем более там выделяются проценты. Ну или доли процента от массы покоя Солнца. Ну и нам достаточно какую-то часть, там, может быть, одну десятую от этого, может быть, и меньше, там, несколько процентов от этого пустить. Гамма-квант исходится концы с концами, в общем, и по энергии тоже. То есть ничего удивительного здесь нет. То есть это вот такой очень интересный механизм. Казалось, экзотический, казалось его фантастический какой-то. Но он работает. Тот же самый Стэн Бусли с командой это прекрасно считают. Они видят на компьютерных симуляциях, как у них запускают СЭТ-джет. И не только они. То есть сейчас таких расчетов в мире уже довольно много. Это уже такая довольно типичная магнитогидродинамика. Вот это такой костяк истории. Мы примерно знаем, что это за явление, откуда ноги растут. Но из того, что я рассказал, не видно, как они растут, потому что там осталось много загадок. И мы не понимаем, как это... То есть мы понимаем, что произошло, но мы не понимаем, как. Мы знаем общий скелет сценария, но мы не знаем деталей. И вот сейчас я расскажу, какие там могут быть детали уже в процессе. Там произошло что-то грандиозное, что-то интересное. Мы видим какой-то слабенький отклик в виде этих пришедших гамма-квантов. Можем ли мы остановить картину или нет? Вот сейчас речь пойдет именно об этом. Итак, продолжим. Я рассказал более-менее про историю гамма-всплесков. Детективная история, но с благополучно завершившейся развязкой. Но что нам дала эта развязка? Она нам дала общую картину. В общем, что примерно произошло и как? Но вот насчет как, все-таки мы знаем очень плохо. Там осталась масса загадок. И первое из них, просто бросающееся в глаза, это временные картинки этих всплесков. Вот посмотрите, это вот кривые, то, что называется кривая блеска. Это число отсчетов с течением времени, как оно меняется. Ну, там, в каком-то временном бине маленьком. Посмотрите на эти кривые. Вообще, трудно поверить, что речь идет об одном и том же явлении. Здесь плавные такие импульсы, быстро растущие, потом экспоненциально спадающие. Одиночные, двойные, тройные, чистоколы просто. Теперь смотрите, а есть вообще кривые, которые вот один импульс был высокий, мощный, потом упало все. И упало как минимум в тысячу раз. Вот это вот то, что в промежутке здесь, оно не прослеживается на уровне одной тысячи этой амплитуды. И потом вдруг снова раз вспыхнуло и пошло. И что самое интересное, здесь не просматривается ничего. Никакой периодичности. А ее искали. Здесь нет вообще выделенных временных масштабов. Мы с Андреем Белобородовым сделали следующую вещь. Взяли и разложили по фурье эти всплески. Построили среднее распределение по фурье, как будто мы их все вытянули в один ряд. Построили распределение для отдельных богатых всплесков, вот для таких чистоколов. И там нет никаких выделенных масштабов. Там есть крайние масштабы. Меньший масштаб это доли секунды и максимальный масштаб это сотни секунд. То есть почти три порядка идет степенной спектр без каких-нибудь бугров там. А степенной спектр это значит нет выделенного масштаба. Причем интересно наклон этого спектра. Этот наклон этого спектра совпадает с распределением энергии в турблентности. Спектр Калмагорова так называемый. Может быть это совпадение. А может быть и нет. А может быть и нет. Я скажу почему. Вы извините, что я гружу сейчас терминами. То есть вот эта вторая часть моя. Ну я просто хочу показать кухню науки. Вот даже если человек все не понимает, то примерно там какие-то термины, приемы могут осесть в голове. Просто показать, как это с одной стороны интересно, с другой стороны нетривиально. Ну вот. Значит нет выделенного масштаба. Запомнили. Значит теперь как распределены по яркости эти всплески. Я уже сказал, что там не хватает слабых всплесков относительно того, что если бы это было равномерное распределение в пространстве. Да, но слабые всплески они хуже детектируются. Они пропускаются. Они пропускаются электроникой, они пропускаются людьми просто при обработке сигнала. И вот мы предприняли довольно-таки тяжелую и небыструю задачу. Это прошерстить заново все архивные данные вот этого эксперимента на гамма-обсерватории Комптон, эксперимента БАЦИ, который специально был предназначен для этих всплесков. Вот кривые я показывал это именно с БАЦИ. Значит что мы сделали? Для того, чтобы выяснить сколько пропало, пропущено слабых всплесков, мы в эти данные подсадили искусственные всплески, подсадные всплески. И когда мы их искали, мы искали все там и настоящие, и пропущенные, и подсадные. Но мы не знали, где подсадные, а где настоящие. И потом как это выглядело? Ну вот маленький фрагмент данных. Там две орбиты. Здесь много чего видно. Здесь видно заходы и восходы источников ярких, таких как Лебедь и Х1. Здесь видны слабенькие солнечные вспышки. Ну сильных просто не попалось в этот момент. Здесь видны так называемые высыпания электронов. Это что такое? это радиационные пояса проваливаются вниз. Где-то облако частиц летает и станция пролетает через это облако частиц. И здесь видны настоящие гамма-всплески пропущенные. Пропущенные электроникой, пропущенные авторами эксперимента. Вот здесь сразу два на одном графике. Это вообще редкое совпадение, редкая удача. Обычно их было гораздо меньше. Таким образом мы нашли к 2800 известных всплесков. Мы добавили еще 1700 слабеньких. Но главное, что мы померили эффективность их нахождения. То есть потом мы вскрыли протоколы секретные, где чего мы нашли и где мы сажали всплески. Вот это были секретные протоколы для нас самих. Где мы подсаживали всплески? Сравнили, нашли, сколько мы нашли и пропустили подсаживных всплесков и отсюда измерили эффективность нашего поиска. После этого мы смогли построить космологическую кривую. То есть распределение по яркости, грубо говоря, всплесков. Уже такая, с известной эффективностью. Но нам не хватало яркого края этого распределения. Поэтому мы скооперировались с авторами эксперимента Улиссус летал спутник в Солнечной системе долгое время. Десятки лет. У него был сравнительно небольшой детектор гамма-всплесков, но важно, что он накопил очень большую статистику ярких всплесков. Его не заслоняла Земля. Он летал очень долго. То, что там детектор был небольшой, это не важно, потому что речь шла о ярких всплесках. Мы дополнили распределение их всплесками. Из этого распределения мы вытащили тривиальную вещь, которая и так была ясна, что число гамма-всплесков в современную эпоху упало минимум в 10 раз по сравнению с молодой Вселенной. Не совсем молодой, но когда она была возраста 4 миллиарда, лет, 3 миллиарда лет, когда в ней было все бурно-бурно, звезды, образовывались звезды и так далее. Вот, ну, никакой результат, но кто-то должен был это сделать, но это все равно интересно, то есть. Вот. Значит, дальше. Ну, вот мы посмотрели на эти пляшущие кривые. Я уже упомянул, что максимум энергии в этих пляшущих кривых идет в диапазоне сотни килограмм электронных вольт. То есть, это жесткий рентген или мягкий гамма-диапазон где-то вот на стыке. А что делается в других местах и как вообще понять механизмы излучения? Вот спектр как раз и призван понять механизм излучения. Значит, как выглядят эти всплески? Значит, в мягкой области они очень жесткие, то есть в диапазоне низких энергий энергии излученной идет мало, малый поток энергии. Есть некие очень четкие зависимости, например, синхротронное излучение. Это один из, это, грубо говоря, первый, самый первый кандидат на механизм излучения. Но синхротронное излучение имеет определенный наклон спектра в мягкой области. А здесь он во многих всплесков жестче. То есть я помню прекрасно, как на конференции один из авторов эксперимента, Роб Брис, который, мы с которым тоже сотрудничали, который нам сильно помог в этом скане. Он так, значит, тогда еще прозрачкой, прозрачкой были в 90-е годы, показывает синхротронный спектр, показывает спектр гамма-сплеска и с таким удовольствием жирно перечеркивает, значит, синхротронную гипотезу, которая у него была написана прозрачка. На самом деле синхротрон, конечно, играет роль, но не только он. И здесь ни одна гипотеза вот так вот все не описывает. Значит, мы, опять же, выдвинули вариант с Амиром Левинсоном, значит, израильский физик, что там идет многократная компетанизация так называемая. Образуется ударная волна в джете и в этой ударной волне рождаются много электронно-позитронных пар. И вот эти электронно-позитронные пары, любой фотон мягкой энергии в них запутывается и приобретают определенную энергию и у него действительно получается очень жесткий спектр. Многократная компетанизация. Если тяжело воспринимать, не берите в голову. Идем дальше. к большим энергиям этот спектр тоже падает. То есть прямой всплеск, когда излучаются вот эти кривые, это называется прямым всплеском, когда мы видим вот этот мягкая гамма, огромный поток. Там мало габбных гамма-квантов. Они есть, но их мало. То есть спектр падает к большим энергиям. Вот такой спектр с определенным максимумом, он ничего не доказывает, но намекает на то, что там, где это все излучается, там довольно много вещества, точнее, много электронов. Там довольно большая оптическая толща, то, что называется. Но это не вся история. Прямой гамма-всплеск, кривые, которых я вам показывал, это не вся история. Значит, другая часть истории, это та самая, по которой поймали вот тот знаменитый всплеск 97-го года, который доказал космологическую природу. Его поймали по послесвечению. Значит, что такое послесвечение? Это медленно спадающее излучение, спадающее часами, днями, даже неделями. Какой у него спектр? Широчайший, там нет выделенной энергии. Там поток энергии распределен равномерно по диапазонам. Что в гамма-квантах жестких, гевнах, там, что в мягком рентгене, что в оптике и даже в радио видят. Все более-менее плоский спектр. Это типичный спектр, когда маленькая оптическая толща, то есть там мало электронов. Электрон разгоняются до очень больших энергий. При малой оптической толще они могут ускориться до очень больших энергий. Есть механизмы ускорения, понятно, как они примерно работают. И примерно понятно, что это такое. Значит, после свечения это вот в космосе, далеко в космосе уже пошла ударная волна от этого джета. Это после свечения. А что такое прямой всплеск? Вот эти пляшущие кривые с довольно узким спектром. вот это проблема. Значит, есть то, что называется мейнстрим. Мейнстрим нам говорит, что это внутренние ударные волны в джете. То есть, где-то там внутри, в центре, взорвавшись, сколлапсировавши, вернее, звезды, работает, все еще продолжает работать центральная машина, которая накачивает джет. Она работает неравномерно, то сильнее, то слабее. Потом она летит, часть джета догоняют более быстро, и догоняют более медленно. Возникает ударная внутренняя волна. И вот что-то вроде такой картинки, ну, которая на самом деле достаточно дурацкая, конечно, примитивная и ничего не отражает. Значит, при такой картинке, если бы она работала в чистом виде, там бы был выделенный масштаб. Этот масштаб был бы связан там с типичным временем окреции, сработает центральная машина. Его нет. Ну, вернее, в некоторых всплесках его можно найти, в некоторых найти его невозможно. Значит, вещь, которая замывает любой временной масштаб, это та же самая неустойчивость, турбулентность, например, например, турбулентность. Это любой вид неустойчивости, который разбивает там, значит, какой-то начальный масштаб на множество мелких, идет вот как турбулентности, каскад от больших там вихрей к маленьким вихрам и так далее. На что это еще похоже? Похоже ли это на работу квазаров? Ну, вот посмотрите, для сравнения, вот картинка одного из самых ярких квазаров работы. Тут гораздо больше временной масштаб, тут дни, сотни дней, тысячи дней. Это тоже фермия, орбитальная гамма-обсерватория фермия. Уже более новая. Какое-то сходство есть. Тоже огромный динамический диапазон. Тоже он может заглохнуть минимум на три порядка, то есть на уровне чувствительности на три порядка ниже, чем вот эти всплески. Он исчезает, потом снова появляется и тоже широкий спектр, но не такой широкий. На что это еще похоже? Похоже ли это на солнечные вспышки? Ну вот солнечная вспышка. Ну здесь нет такого богатства масштабов, но тоже видны разные импульсы, тоже разные масштабы и так далее. И мы точно знаем, что такое солнечные вспышки. Это пересоединение турбулентного магнитного поля на Солнце. И теперь я делаю утверждение, которое не является мейнстримом. Что эти сложные кривые, где мы не видим выделенного масштаба, вот эти вот чистоколы, это тоже пересоединение магнитной турбулентности возникшей в джете. Один из видов неустойчивости. Но вряд ли это картина. Скорее всего, скорее всего, работает все. И эти внутренние ударные волны, потом они рассыпаются на отдельные капли, там возникает турбулентность. Работает все сразу. Теперь перехожу к самой последней части истории. 9 октября прошлого года, ты 2022 года произошел уникальный гамма-всплеск. Уникальный по своей яркости. То есть в каталоге гамма-всплесков гамма-телескопа ферми это первый всплеск, не просто первый, а который оторвался от вице-чемпиона на порядок больше, чем 10 раз отрыв. Он, во-первых, истинно яркий, то есть энерговыделение в источнике одно из рекордных, ну не самое рекордное может быть, но одно из самых ярких, но зато он близкий. Он близкий таких всплесков, мало таких близких. Он произошел в 2 миллиардах световых лет от нас. Это для гамма-всплесков это очень близко. Это уже современная вселенная. И что мы видим? Значит, как он, как развивалась эта история? Значит, сначала произошел обычный гамма-всплеск средней яркости. Вот он на картинке. Такой, тоже довольно типичный. И вот отдельный импульс, один импульс, такой бедный гамма-всплеск. Он заглох, и 3 минуты ничего не было. А через 3 минуты началось вот что. Пошел такой поток, что все крупные детекторы захлебнулись. захлебнулся гамма-телескоп на ферме. Захлебнулись сенсуляционные детекторы на ферме. Захлебнулись даже средние детекторы на многих других более мелких установках. Они не могли переварить этот поток. Просто для обработки каждого пришедшего фотона, гамма-кванта, нужно какое-то время. а это время оказалось слишком малым. И потом это продолжалось еще сотни секунд. Вот на этой картинке первый гамма-всплеск это вот такая пимпочка в начале, которая здесь не видна почти на этой картинке. А вот она в большом масштабе. Вот такая. Очень убедительная и очень яркая. Мы занялись этим всплеском. Мне было жутко интересно. Что же там произошло на самом деле? Потому что много данных, но эти данные сложные, они непростые. Во-первых, захлебнулись детекторы. Это раз. Во-вторых, станция в этот момент своим основным детектором гамма-кванта большой энергии Large Area Detector LAT она называется была повернута сильно в сторону под углом больше 70 градусов в направлении всплеска. Это очень низкая эффективность регистрации. Причем в описании эксперимента фирмы. Вот LAT его характеристики. Вот эта ситуация, когда большой угол была описана количественно, но с плохим разрешением, грубо говоря. То есть, ну там картинка была переведена, но из этой картинки трудно чего вытащить. Там она совсем уходила вниз. поэтому нам пришлось калибровать. Нам это мы с Игорем Ткачевым занимались, ну я в основном занимался этим самым конкретно работой с данными. Вот. А он меня контролировал, между прочим, очень так эффективно все время задавал вопросы, дыкал лицом, что здесь, а если так, а если сяк, значит сделать. То есть, такой хороший тандем сложился на самом деле. Вот. И мы откалибровали этот гамма-телескоп по известному источнику гамма-квантов очень яркому. То есть, выбрали те места, где он был под этим углом расположен. Ну и вообще под разными углами. Вот. И после этого поправили статистику. И что мы увидели? Во-первых, мы измерили после свечения в гамма-квантах гевных энергий. Оно оказалось тоже рекордным. И оно было видно рекордное время. Оно было видно в данных ферме. Оно прослеживается на два дня. Теперь. А здесь произошла такая трагическая вещь, что многие... Во-первых, светила яркая Луна. И этот всплеск не видели Черенковские детекторы, Черенковские телескопы, которые смотрят в атмосферу и регистрируют излучение от очень энергичных гамма-квантов, попавших в атмосферу. Сотни ГФТВ. Вот. Они это все видят. Но Луна мешала. И из-за Луны только некоторые там маленькие, какие-то... Небольшое количество гамма-квантов все-таки было зарегистрировано. Сработала китайская установка. Она называется Лассо. Они зарегистрировали 5000 гамма-квантов всплесков, но они объявили об этом, но до сих пор не опубликовали ничего. Ждемся. Это будет очень интересно. Дальше. Другая крупная остановка, подобная Лассо, в Мексике, она называется Хок. Она в Мексике, она международная. Они через 8 часов не нашли ничего и привели свой верхний предел, который на 2 порядка ниже того, что видим мы в данных ферме. Это немножко другой диапазон, но они уже не соответствуют друг другу. То есть налицо явное противоречие. Почему они не видят? Вернее, почему они не видят, я не знаю, но почему они поставили такой низкий верхний предел? Я думаю, что там просто некие систематические ошибки с калибровкой их детектора. Неважно. Противоречие есть, будем копать. Значит, дальше. Вернемся назад. Вот это пимпочка в начале, вот этот всплеск. Что это такое? Уникальная ли эта вещь, когда есть такой предшественник всплеска, он называется, по-английски это прекурсор. Да, это типичное явление. Он есть, он виден примерно у 10% гамма всплеска. То есть вот что-то такое маленькое взбрыкнуло, потом ничего, а потом начинается основное. Что такое при курсах? И что мы здесь нашли? Мы просто обратили внимание, что после этого предшественника в течение 50 секунд пришло 6 гамма-квантов энергии там порядка 100 мегаэлектронвольт, достаточно жестких. Таких, которых не бывает обычно в прямом всплеске, таких, которые бывают после свечения. то есть фактически мы увидели, что вот это маленький прекурсор дал свое после свечения, то есть свой джет. То есть эта история не с одним джетом глобальным, связанным со всем событием, а с двумя. Прекурсор дал свой джет, и потом бабахнуло посильнее, и уже пошел другой джет, новый, большой, новая ударная волна пошла. Далеко не все картины гамм-сплесков, связанные с прекурсором, вписываются вот в этот факт. Ну что? Все интересно, и все остается загадочным. Почему мы не можем это все раскусить и все описать? Да просто потому, что явление сложное. Ну, какую привести аналогию можно? Ну вот представьте себе, что инопланетяне направили космическую станцию на орбиту вокруг Земли. Откуда-то издалека там сальфо-центавры, бог его знает. Они измеряют жесткий рентген, летая по орбите вокруг Земли. У них нет никаких оптических телескопов. Только жесткий рентген. Как у нас. То есть фирме видят от этого гамма-сплеска только гамма-кванты и там в оптику. он не может разрешить этот объект. видит только некий интегральный поток. И эти инопланетяне видят, что их детектор регистрирует короткие жесткие вспышки гамма-случения. жесткого рентгена. И дальше они начинают теоретизировать, что бы это могло быть. И какой-то умный человек, умный инопланетянин, прошу прощения, предполагает, а может быть у них это как-то связано с атмосферным электричеством. У них наверное есть атмосфера. И наверное в этой атмосфере есть какая-нибудь конвекция. А конвекция может генерировать электрическое поле. И может быть это как-то связано с атмосферным электричеством. И он будет прав. Но он не сможет восстановить всю картину грозы. Все эти молнии, все эти джеты, спрайты, всю эту величественную картину они восстановить конечно не смогут. Но может быть смогут если достигнут некой виртуозности моделирования всяких процессов. У нас та же ситуация. Какая-то сложная грандиозная картина. Отголоски которой мы видим не в состоянии увидеть эту картину. Разрешите ее. Только вот эти пляшущие кривые, только вот эти послесвечения. И наверное как и в случае с грозой единственный путь добиться этого понимания того, что там происходит это численное моделирование на таком уровне до которого мы еще просто не дотягиваем. Ну я думаю, что дотянем когда-нибудь. Ну вернее молодежь дотянет. На самом деле вычислительных мощностей уже достаточно. Немного не хватает может быть интеллекта. Искусственный интеллект тут не поможет. Так что я думаю, что в конце концов раскусит и путь к этому через детальное численное моделирование того, что там может произойти. Запуск джета уже моделирует более-менее успешно. Но то, что там происходит дальше, там не хватает разрешения, там не хватает того, чтобы туда вставить совершенно разные процессы, которые там идут, там не хватает полноты. Ну вот собственно и все. То есть наверное вторая часть доклада была немножко сложной. Ну что, надо говорить и о сложных вещах тоже, может быть кого-то это заинтересует дальше. Я бы очень хотел, что это кого-нибудь подвигло на работу с данными, численное моделирование, вот это все на самом деле захватывающе интересная вещь, о сложных явлениях. И в этом может быть лежит на самом деле магистральный путь науки. Потому что сейчас очень трудно делать простые чистые эксперименты, где все видно. Сейчас мы уперлись в сложные грандиозные явления. Эти сложные грандиозные явления требуют несколько таких иных подходов. Все, спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров